здравствуйте с вами александр сегодня у нас вновь ролик про городскую термакультуру прошло некоторое время ну и промежуточные результаты подведем итоги и так здесь у меня было все красиво но стало не очень росла у меня здесь и мята здесь вот корешок от клубнички ремонтанной здесь сентябрины все здесь было ковром питуней несколько раз высаживал приезжая как-то а тут все слуха и жара и высушена косилкой все покосили я расстроился спросил у девчонок что такое что случилось так ты его за пришли на работу а тут такие вот дела все покошено в общем работнику сказали он покосил всю территорию здесь покосил и дальше в общем голову не забивал нас как сказано сделано ну и все прошел покосил здесь вот у меня корни от клубники ремонтантные остались скорее всего это все дело погибло он все скошено под самый корешок вот это корень девичьего винограда в общем все печально все погибло но я упертый я все-таки своего добьюсь вот я немножко тут с утра прорвал травку сюда подложил что у нас выжила выжила такой вот венок недавно проклюнулся потом вот спряталась петунья сюда косилка не достала также косилка не достала до этой лили то есть она пригнулась в пенек спряталась здесь он сегодня землей обложил вот она продолжает дальше расти то есть здесь трое выживших идем дальше идем дальше здесь из выживших лучок также вот они мои любимые кота альпочки вот она уже пошла в рост такая красавица я думаю до конца лета надо растет там до такой высоты и будет таким вот пышным шариком не шариком это все портулак со временем у да надо заменить на какой портулак махровый смотрел у марины ролик классный про этот портулак давно не мечтаю но вся как-то не раздобуду семена и чтобы они сами распространялись так здесь у меня из выживших венок вот такая красота надо будет ему натянуть веревочку или может он сам да не сделать надо будет корягу я закладывал для грибов все палочки веточки что я складывал собрали работники сказали ну его со своими грибами в общем мы наводим здесь порядок ну навели порядок и навели убрали все ветки так вот они очередные очередная катальпочка такая красавица почему-то тут слегка пожухли листья что с тобой случилось а вот снизу куча побегов вот я впервые обратил внимание на такой вот историю ситуации такие вот мелкие побеги из основания вот-вот а вон она что повреждена кора то ли коза зацепила то ли косилка в общем вот кора повредилась жары вы не выдержит по-любому эта ветка высохнет но снизу куча побегов кустом вырастет и будет все красиво вот такая вот красота резкость идем дальше здесь тоже косили косилочкой или гербицидами прошлись в общем косилкой косили гербицидами травили но тем не менее что-то все-таки пока выживает я парень упертый и все это все равно здесь будет паркую тут и машины вот следы от машин ну тут во всю длину паркуют машины просто сейчас не жарко и выходной день поэтому машин не так много зазор я тоже старался делать так чтобы машина проходила спокойно в принципе в тени этих катальп со временем будет машины и прятаться от жары так вот она еще одна катальп очка вот ее коза подрала ага есть контакт живая сейчас я вам аккуратненько это все покажу а я так переживал дома елки-палки столько труда вложено эти козы вот они маленькие почечки вот они также будет как и там я очень рад это думаю блин 11 штук посадил из 11 штук что ли только трое выживут но блин думаю как-то ну ладно хоть трое на будущий год там или по осени добью еще как-нибудь выделю своих резервов и добью так вот он этот экземпляр тоже я с утра думал блин он погибший все лето думал погибший хотя видел какую-то почечку до этого была жара и сильной надежды не было теперь жара прошла дожди пролили и вот вот эта вот почечка вот эти вот будущий куча листочков то есть она выживет если опять коза не придут и все это дело не съедят посещала мысль написать какую табличку не пасите коз отравлена ну тоже как-то глупая ну не знаю будем как-то совместно выживать и с козами так вот он еще один пенечек и съели его козы косила его косилка но она так хочет жить и вовремя было посажено посажено было до жары до распускания почек поэтому все это более-менее адаптировать тоже все переживала думаю елки-палки коза ободрали вот так вот торчала голая белая был к без коры блин так жалко на теперь смотрю такая красота я думаю это все вырастет и отрастет так идем дальше очередная каталь пачка тут я огородил камешками но вроде кора толстая живая но почек пока не видно может быть тут самая теневая сторона но тут вот он идет живой корень вот я вот он такой коричневый я у присыпал земли лишний раз чтобы он не сох и камешком придавил надеюсь отсюда тоже вылезут потом со временем эти пучки так вот здесь вот вот она палочка возможно ли самое затененное место вот она посередине торчит но там почек нет сейчас босиком не буду ходить грязь давить но до этого заходил и давил грязь так идем дальше идем дальше здесь где-то должна быть спрятана где-то должна быть вот она вот это же досталось очень даже хорошо досталось вон этот кору вон тут трескали в общем в общем всех она и лежу снизу опять вот такая красота атака от красота значит все будет жить такие узенькие листочки еще ни разу каталь по такого не видел в общем век живи век учись такой урок у меня впервые вот они следы от колес паркуются тут машины и тут все живое ара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра ура ура-ра-ра вот вот такая вот почечка сейчас я вам покажу вот она зеленушечка значит будет жить то пусть не 11 ну 9 штук у меня все-таки выживет нет 8 так что у нас здесь здесь пока все печально ну вот что значит меньше карандаша то что толще карандаша то и хорошо живет и адаптируется то что тоньше карандаша мышь подгрызла как говорит анатолий орлов и хана ему ну моем случае не мышь а коза так и вот мой третий погибший саженец вот он один пенек от него остался ну тут навряд ли выживет тут и суховато было на 5 самый тоненький самый хворенький саженец ну ничего досадим сюда покрупнее помощнее также тут валяются косточки абрикос не знаю если сегодня руки дойдут ты из этих косточек тоже тут аллею небольшое сделаю вот такая красота хочется мне тут все изменить сделать более красивый по всем вот этим веткам запустить лианы девичий виноград также я подсаживал под под эти катальпочки несколько мест девичьего винограда но он оказался менее живучий чем катальпа ну ничего этого добра мы еще думаю подсадим да еще каких-нибудь лиан в общем все дело наживное так что все в наших руках все мы можем сделать а так хочу чтобы по этим веткам было много лиан всяких цветущих и не цветущих даже те же климатисов или обычных пьюнов в общем вот это должна быть красивая стена разноцветная пахнущая всеми ароматами нефтаром для пчел и шмелей в общем вот такой природный оазис ничего все в моих руках все сделаем ничего страшного глаза боятся а руки делай вот такой вот ковер портулака кстати он съедобный его очень вполне в салат добавляют а вот когда его консервируют то много случаев конечно бутулизма отравления лучше жить лучше то есть кушать всю живую еду не обрабатывать никакой термической обработкой но так еще напоследок вот такие вот красавчики но мы будем закругляться и так дорогие друзья желаю вам тоже делать вот такие вот пермакультурные оазисы маленькие островки жизни природы изобилия и вам самим будет интересно за всем этим наблюдать вы будете получать колоссальный огромный опыт и жизненную силу и энергию от этого потому что ну все взаимосвязано если вы кому-то что-то дали вам обязательно что-то хорошее и вернется но если вы конечно хорошее дали посеяли зло вернется зло посеяли добро вернется добро так что дорогие друзья давайте сеять добро на всем закругляться желаю всем оставить комментарий поставить лайк нажать на колокольчик чтобы не пропускать извещения новых видео а также подписаться на канал также еще есть второй канал лесосад там вот у меня тематика чисто 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 по деревьям александр шутков у меня там темы как наш любимый обыжишник начинаю с тапочек заканчивая автоматом калашникова ну такая вот у меня тематика канала сюда на лесосад больше конечно по деревьям по такой вот чепухи и так еще раз всем всего доброго счастья здоровья пока пока